Здравствуйте, мои дорогие и любимые зрители! Решив объехать все блошиные рынки Москвы, я направилась в воскресенье на Преображенский вал к стенам бывшего Никольского монастыря, где и надеялась найти свои сокровища. Московская Преображенская община древнеправославных христиан Ставропольского Феодосифского Согласия. Купец второй гильзии Илья Алексеевич Копылов, основатель богодельного дома. Крестово-Движенский храм. И вот что я узнала. В XIX веке на месте монастыря существовала Преображенская община старообрядцев без поповцев. До сих пор, кстати, существует она на небольшой своей прежней территории. В 1854 году Преображенская соборная часовня без поповцев, считавшихся нелояльными государству, была у них отнята и передана единоверцам, как Никольский единоверческий храм. А в 1865 году митрополит Филарет обратился к императору с ходатайством учредить мужской единоверческий монастырь на Московском Преображенском кладбище и получил положительный ответ. По дореволюционному делению территории монастырь относился ко второму участку Лефортовской части города Москвы и находился вблизи Преображенской заставы. В 1923 году монастырь был закрыт и хранившиеся там летописи были переданы в Государственный исторический музей. Побродив у стен монастыря, оставшись ни с чем, я решила направиться на Преображенский рынок и посмотреть, что там продают и, может быть, что-нибудь даже купить. Да, дорогие друзья, к сожалению, Преображенского стихийного рынка Блошиного уже нету. Теперь это легенда. И вот красный это базилик у вас, да? Базилик еще один. Ой, и кинзу. А кинза сколько? Тоже 40. И кинза очень большая, только ни с кем. Давайте по 20, да. Вот, вот, отлично. Килограмм 300 рублей. О, клубника килограмм 200 рублей. Ну, это вообще красота. 350 рублей. Да, дешевый рынок, ничего не могу сказать. Преображенский рынок дешевый. Ой, какая вкусноти. Просто прелесть. Ой, какая прелесть. Что только здесь нету, и цена нормальная. Хурма, шикарная хурма по 150. Мандарины по 120. Отличные. О, ну вот видите? 120 хурма там. Ой. Супер, а не долго. Посмотрите, цены вообще прекрасные. Ой, какие цены здесь великолепные. 50. А вот красненькая. 50. Они все по 50 у вас, да? Вот чугунчик, вон, да, по 70. И мелкая по 3. А чем она лучше, вот эта по 70? Она лучше вкуснее. Да? У нас так вот даже и нету в магазинах. Какие-то дыни шикарные. Только дыни стоит килограмм. 70. Ну, нормально. 120, 120, 100, 150, 120. Груши, орехи, вот эти блюда. Вот это вот крайне, очень красиво. Какое? Вот это, самый простой, да. Вот это? Вот это почему вообще? Очень красиво. Ну, сказка. Ну, вывезни, как, давай. Посмотрите, какие пиалы шикарные. И вот это вот пиала, вот эти вот пиалы, посмотрите, они с золотом. И это Узбекистан уже. Помните, я делала о них? Вот. Узбекистан. Спасибо. Так, поставьте мне красненькую. Листья шафрана здесь. Куркума, шафран для мяса плова, карри, укроп, кинза, боже мой. Пять перцев, чили, острый перец, набор базилик. Ой, ну, красота, красота. Просто сказка Востока. Смотрите, 50 рублей. 50 рублей. 30 рублей. А, 50 рублей. Ну, 50, какие огромные. 50. Почти бесплатно. Ну, вообще, да. У нас только летом такое. И то. Ой, ну, просто красота. Огурцы 80. Боже. И какие хорошие. Капуста 50. Так, пойду, Лена звонит. Так, а сделайте мне еще капусты. Сейчас я пройду. Сейчас капусты. Ой, ну и цены, ну и цены. Потрясающе. Середина ноября. Да, вот цветную. Пожалуйста. Сейчас пасмурный день, но вместе с этими прекрасными овощами у меня на кухне солнышко. Готовлю свой последний кабачок, привезенный с дачи. Сейчас вместе с тыквочкой. Чуть-чуть водички, масла растительного, чуть-чуть чесночка и чудесных травок, которые я купила на рынке. Вот что получилось. Приятного аппетита. Вкуснотень. Вкуснотень. the пасмурный день, но вместе с опять. Продолжение следует...